Добрый день, дорогие друзья! Сегодня вновь я рад вас видеть на себя в гостях на канале Чувство знания Виталия Ерофеева И сегодня мы продолжим говорить о правильном свидании Я коснусь продолжения предыдущей темы Которой я выразил такую мысль о том, что правильное свидание Будет развиваться, формироваться, когда оно находится в перспективе Но нашу перспективу правильного свидания мы создаем с помощью планирования Конечно, такое слово планирование, оно как бы трудно прилагаемое к свиданию Но тем не менее, к встрече непосредственно это слово более близкое Но планирование важное слово Почему? Потому что планирование нас относит к такому рациональному состоянию А рациональное состояние увеличивает состояние надежды И об этом я буду говорить в следующем видеоролике Но сегодня мы говорим о планировании То есть пишем слово планирование Планирование Свидание Свидание, да? Планирование свидания Оно происходит не на завтра, не на послезавтра А на такой длинный, как бы длительный период, скажем так На месяц, на два месяца, на полгода Это будет правильное свидание, мы готовимся к нему Перед правильным свиданием мы можем встречаться, как бы, да? Не совсем правильно Но тем не менее, это процесс интересный И правильное свидание в этом случае, что будет в нем происходить? Оно будет формировать вашу жизнь в определенный порядок И, что интересно, жизнь, которая будет двигаться в направлении к правильному свиданию мужчины и женщины Будет формироваться по-разному В соответствии с чем? В соответствии с правилами и законами Которые будут соблюдать мужчина и женщина Для чего? Для того, чтобы сформировать то самое мероприятие и событие Которые будут произойдут на свидании, да? Итак, наша женщина Женщина И наш мужчина Скажем так Начинает Готовится Готовится к свиданию заблаговременно То есть длительный период Для правильного свидания необходим И мужчина начинает Выполнять Что выполнять он будет? Соблюдать, скажем так, дождь Соблюдать правила 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 Чего мужчина, в общем-то, не любит делать Соблюдать правила Он любит их нарушать А женщина В той же ипостаси Начинает Исполнять Что исполнять? Что мы исполняем? Законы Для того, чтобы Мужчина Соблюдая правильные Правила жизни Для чего он это делать будет? Для того, чтобы Попасть Вовремя Вовремя попасть На свидание То есть У нас тут критерий Время Время свидания А здесь Женщина Чтобы попасть На свидание Вместо Ей необходимо Пространство Здесь будет пространство Таким образом Для того, чтобы Попасть на правильное свидание Мужчина и женщина Начинают Делать Несвойственные им Вещи И решать Несвойственные им Задачи Мужчина будет Соблюдать правила А женщина Исполнять законы Вот И Этот процесс Процесс Жизненный процесс Очень не как бы Для мужчин Сначала он будет Трудоемкий И для женщины Но 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 Когда они представляют Себе Что у них Произведет свидание Это их мотивирует Мотивирует Преодолевать Тут препятствия Которые создают Это Исполнение Этих правил И исполнение законов И После того Сейчас мы пропустим Большую часть После того Как они Ну В какой-то период Вот Где-то Вот здесь И тут Встретились Сюда Назначили Пришли То Что произойдет Интересное Вот Когда они Все преодолеют Эти процессы Соблюдения правил Исполнения законов Что произойдет Произойдет между ними Диалог Вот самое главное Диалог Диалог между Мужчиной и женщиной Как знаете Сейчас Современные Традиционные Свидания Когда мужчина Там приглашает Девушку Женщину Да В ресторан На ужин Это принято Там Какой-то В европейской Или западной Или американской Культуре Мы видим Да Мужчина Платит за ужин Или У нас В России Такая же традиция И мужчина О чем-нибудь Рассказывает Женщина Много говорит Рекламируя Свои там Ресурсы Свои достижения Успехи Какой я Прекрасен Да А женщина В основном Молчит Поддакивает Или что-то в тему Там старается Сказать Своё Втиснуть Да Это как бы Не совсем Правильное свидание Но у нас Такое распространено Такая традиция И мы Её считаем Нормальной Но мы Хотим попасть В правильное свидание Чтобы стать богаче Чтобы преуспевать Добиваться успеха А правильное свидание У нас придёт К диалогу Почему будет диалог Потому что Мужчина Пройдя Вот этот путь Соблюдения правил Будет ему есть Что рассказать Женщине Понимаете А женщина Пройдя Путь Путь Закона Исполнение Закона Ей будет Есть что Рассказать Мужчине И главное Что Они будут Понимать Друг друга Они будут Интересны Друг друга Потому что Мужчина Будет говорить На языке Женского Мероприятия Рассказывать Женщине О каких-то Своих Там Успехах Неудачах Происшествиях И Каких-то Мероприятиях Какие он попал Или что-то Случилось Что-то с ним Здесь А женщина Будет ему Рассказывать И ему Будет интересно Ее услышать Она будет Разговорить На его языке Исполнение Закона Что с ней Случилось Какие там У нее были События Эмоционально Она будет Рассказывать Все это А он будет Чувственно Скажем Тогда То есть Они будут Здесь интересны Друг другу Это Самый Важный Важный Этап Диалога На правильном Сведании Благодаря Благодаря Тому Что Сведание Находилось В перспективе В перспективе Относительно Пространства И времени И мы В предыдущем Видео Я вам Там дал Такое Понятие Мероприятия События Для чего Для того Чтобы Объединить Два разных Состояния Состояние Сейчас Напишу Я Напишу Времени Время Плюс Пространство Пространство Первое Состояние Было Второе Было Состояние Пространство Плюс Время Вот Эти два Важных Состояния Мы Назвали Там Время Плюс Пространство Я Не Называл Конечно Так Но Сейчас Я Расшифровываю Время Плюс Пространство Я Назвал Мероприятие Мероприятие А пространство Плюс Время Я Назвал Событие Событие Видите То есть Мужчина Вот здесь Учился Пребывать Во временном Пространстве А Женщина Вот здесь Училась Училась Пребывать В пространстве Времени Это Важные Категории Которые Редко 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 Мужчины Событие Если у вас будет такой Интересный опыт Всех вам благ Любви Взаимности Всего хорошего С вами был я Виталий Рафеев Пока Субтитры